Если кто-то не следил за шпионскими играми в Беларуси, тогда это лицо, скорее всего, вам не знакомо. А это Денис Ивашин. Собирал информацию, представляющую интерес для украинской стороны. При этом работал якобы журналистом. Был редактором белорусской странички украинского проекта «Информу Напалм». О самом проекте чуть позже, а сейчас несколько деталей. Был активистом БНФ, участвовал в акциях протеста. В 2014 году начал позиционировать себя как сторонник правого сектора. Выехал в Украину, где участвовал в Евромайдане и беспорядках в Киеве. Что касается «Информу Напалма», нашими спецслужбами установлено, что ресурс создан 72-м центром информационно-психологических операций. И в компании этих ребят работал Денис Ивашин. В результате изучения деятельности белоруса Ивашина стало понятно, что он работал под куратором из Киева под вымышленным именем Роман Бурко. За выполнение поставленных задач он получал вознаграждение. А задачи были такие. Собрать информацию о российско-белорусском военно-политическом, экономическом, культурном сотрудничестве, ситуации в вооруженных силах, проработка сотрудников силового блока страны, а также бывших военнослужащих украинского спецподразделения «Беркут», которые переехали в Беларусь. По поручению куратора фигурант активно включался в работу по сбору и анализу накоплению интересующих иностранную сторону сведений. Сохранял на разные носители. Так он собрал данные о силовом блоке, объектах инфраструктуры и органах власти, но не успел передать. На счет Ивашина периодически поступали деньги. Проверка показала высокий уровень украинской разведки. Вы были на официальных мероприятиях, с кем-то еще, может быть, общались? Ну, с Кизимом, ну, так, бедо, если просто, ну, у меня же... Посол украинка? Так, как так. Украинский дипломат, военный атташе... Ну, только визитка у меня, вот, например, то, что вы все выняли... А, визитка как... Нет, нет, размываний о технике не было. Не было. На телевизитке была ты получила? Ну... Ну, ну, такие вам, базати. Прием вышел, ну, написал нам электронную почту. Ну, до этого он вам звонил, может быть, или... Нет, 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 встречались... Нет, николи, николи по знамежами, николи не было, а не этих состретчеров... Исключительно было электронная переписка. Так, написал, электронная переписка. В отношении Ивашина возбуждены и расследуются уголовные дела по статьям 365, вмешательства в действительность сотрудника органов внутренних дел и 356. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...